Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Всё остаётся в силе 1 марта в России запустят систему автоматического распознавания транспортных средств, не прошедших технический осмотр С учётом недавних поправок, пояснили в ГИБДД, штраф в 2000 рублей будет грозить в первую очередь водителям и владельцам коммерческого транспорта Как сообщалось ранее, штраф за отсутствие диагностической карты камера сможет выписывать не чаще одного раза в сутки На взыскание распространяется 50% скидка Трасса 101 Через несколько недель российское правительство должно определиться с корректировками правил начисления транспортного налога на дорогие автомобили Напомню, ранее предлагалось просто поднять ценовую планку с 3 миллионов до 5 миллионов рублей Теперь речь зашла о дополнительных факторах Возможно, налог на роскошь будет зависеть от года выпуска машины и количества лошадиных сил Есть ещё предложение, суть которого в том, чтобы априори не считать роскошными автомобили массового сегмента Несмотря на то, что они могут стоить дороже 3 миллионов Например, это Hyundai, Kia и так далее Таким образом придётся сформировать перечень марок, которые заведомо попадают под увеличенный налог Трасса 101 Начинающим водителям в России приходится ой, как не сладко По данным международных экспертов, наша страна находится на четвёртом месте в мире По уровню, так скажем, недружелюбности к автомобилистам с маленьким стажем Специалисты учитывали такие факторы, как численность автомобилей, смертность в ДТП, загруженность и качество дорог Хуже, чем у нас, дела обстоят только на Филиппинах, в Малайзии и Румынии Трасса 101 В 2021 году россияне взяли рекордное за последние несколько лет количество автокредитов Немногим более 1 миллиона Заявок же на такие займы, по данным Национального бюро кредитных историй, поступило свыше 7 миллионов В сравнении с позапрошлым годом показатель вырос на 11% Заметнее всего спрос на автокредиты подскочил в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Иркутской области Добавлю, что в нашей стране есть регионы, где около 90% автомобилей приобретаются в кредит Трасса 101 Самой покупаемой в нашей стране новой легковушкой с автоматической трансмиссией в прошлом году стал Kia Rio Вторую строчку занял Hyundai Creta, бронза досталась Hyundai Solaris Минимальная стоимость этих моделей сейчас, данные с официальных сайтов, 984 тысячи, 970 тысяч и 1 миллион 300 тысяч рублей соответственно Замкнули пятерку лидеров Toyota RAV4, цены стартуют с отметки 2 миллиона 169 тысяч и Volkswagen Polo от 1 миллиона 70 тысяч рублей На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин